Друзья мои, всем салют, это я Романович и мы с вами на природе. Слушайте, целый сезон хотели выбраться, но нихера подобного. Это лето пошло вот по тому самому месту, поэтому если у вас так же, то поставьте лайчину. А если у вас все хорошо было этим летом, то вам надо по-любому ставить лайк, потому что не зря. Сегодня у нас JBL Party Box Encore Essential. Давно вы спрашивали меня о этой колонке. Дело в том, что вы знаете ситуацию, что у нас теперь официально JBL в России не продается и якобы не завозится. Хотя мы еще насчет этой темы поговорим. И честно, я даже не предполагал, где я буду добывать этот Party Box Essential. Но потом меня осеняет один подписчик, говорит, что типа я с Финляндии вожу колонки. Говорит, типа с JBL сейчас там вообще все хорошо, нам там с Питера там раз-раз-раз и все привезли. Да и плюс, я так понимаю, что курс евро сейчас сильно дико упал по отношению к рублю. То есть когда он тогда стоил сколько евро, да и сейчас сколько он стоит. И поэтому это очень по цене получается достаточно приемлемо. Он мне скидывает свой профиль на Авито, я посмотрел. У него стоило, по-моему, что-то в районе 23-24 тысяч рублей. Я в принципе уже был готов покупать. А потом думаю, а на всякий случай дай посмотрю, типа другие как продают. И мне дико сильно повезло, какой-то человек ее прям срочно хотел продать. Тоже он привез ее из Финляндии. Вот. И, короче, я все это дело добыл. Примерно плюс-минус за 20 тысяч рублей. Поэтому сегодня мы с вами наконец-таки до него добираемся, тестим. Вот в таких условиях. И также еще возьмем ее в съемочный павильон и посмотрим, что она может в четырех стенах. Без лишних слов. Вскрываем, смотрим. Значит, я это все дело уже вскрывал на пункте выдачи. По-быстренькому посмотрел, не прислали ли мне какую-нибудь там шкатулку деревянную за 20 тысяч рублей. Но нет, действительно оказался Энкор. Опа. Есть такое дело. Значит, что мы с вами имеем по цифрам? Давайте пробежимся. Но прежде чем пробежаться, заметьте, русский язык. Я черт его знает, как это происходит. Вы мне скажете, что, возможно, Джебель как бы сразу делает и для Европы, и для России. Все-таки это большой рынок Россия. Но знаете, блин, мне тогда надо вам показать вот здесь вот. Один моментик важный. Импортер. Харман. Рус. Россия. Город Москва. Абсолютно новенькая. Запечатанная. Вот ты здрасте. Обалдеть. Слушайте, а я думал, что по размеру она будет чуть меньше. А это прям такой конкретный отпиленный пати-бокс. То есть, понимаете, что если два этих энкора поставить, то это плюс-минус получается что-то пати-бокс типа сотки, сто десяточки. Один вот такой вот, это уже энкорчик. Здесь есть функциональная ручка. При том, что, понимаете, опять же, это Джебель. Здесь рука по ним поместится. Орангутанга. То есть, если обычно там вот что-то еле-еле это, то здесь две руки, в принципе, мои могут спокойно поместиться. Тебе не давит в кость. Ты спокойно можешь с этим делом всем передвигаться. Очень приятный пластик. Слушайте, я заскучал. В 2022 году я ни одну колонку Джебель не распаковывал. Я распаковывал Свены. Я распаковывал Хопстары. И я заскучал по нормальному пластику. Слушайте, это кайф. Я вам обещал рассказать по цифрам, но так до этого и дело не дошел. Мощный, профессиональный, подлинный звук. 100 ватт написано в спецификации. То есть, соточку выдает. Опять же, не пишет. От сети все это дело или все-таки от собственного аккумулятора все может выдавать. Динамическая светомузыка. То есть, здесь подсветка динамичная. Динамичная. Ладно, будет так. Ну, здесь подсветка, на самом деле, я думаю, примерно перекочевала, надеюсь, точнее, я бы так сказал, из пати-бокса 110-го, потому что она поинтереснее, чем обычных пати-боксов предыдущего поколения. 6 часов воспроизведения. Вроде как обещают, что это время обозначено уже с подсветкой. Слушайте, это неплохо. 6 часов воспроизведения с подсветкой. Это хорошо, но, скорее всего, не на максах. Ну и защита от брызг. Здесь, если быть точнее, IPX4 защита. Что касается АЧХ-шки, то 50 Гц у нас нижний порог и 20 кГц верхний порог. Это вот все, собственно говоря, по цифрам. Теперь давайте смотреть дальше. Та самая выемка. Вот сейчас посмотрите на солнце, как это классно выглядит. Я говорю, сюда еще можно и чипсы сухариками закинуть, блядь, и ставридку, блядь. Если куда-то на пикничок с пивасом пошли, удобно, музыка. И здесь еще и можно семечки брать или орешки. Значит, крутилки. Стандартные они перекочевали из пати-бокса 110. Да, те самые крутилочки. Нигде я еще не наблюдал эту историю. Скорее всего, похоже, что-то есть в 710, но я ее не тестил. Bluetooth, кнопка включения, подсветка и баст-буст отсюда никуда не делся. Ручка прорезиненная. Опять же, максимально приятная. Слушайте, я соскучился по качеству джибы. Я дико заскучал по качеству джибы. Я это хочу сказать вам. Фазоинвертор, не забыли. Красавцы, слушайте, многие фазоинвертор, ну вот как-то им пренебрегают. Да и нахер он нужен. Здесь джиба все-таки в своем репертуаре, фазоинвертор на месте. Здесь, значит, у нас периферия. Микрофон можно подключить. Микрофон также можно отрегулировать. Отлично. Есть AUX. Есть полноценный выход USB. Можно заряжать девайсами. Можно вроде как флешку подцепить. Плюс также два анкорчика можно соединить между собой. И, возможно, здесь даже получится стерео. Ну, блин, это уже классно, что можно два анкора между собой соединить. Что-то давно я у GBL. У пати боксов, тем более, я, по-моему, такого вообще что-то не припомню. Слушайте, исправьте меня в комментариях, если я сейчас какую-то дичь гоню. Значит, ну и зарядка. Здесь AC кабель стандартный. Кстати, смотрите, как грамотно сделан. Вот это вот последняя сейчас вообще история у GBL. У пати бокса 110 по-моему тоже так сделали. Молодцы. Давно надо было на это перейти. Школьники сдали свой экзамен. С первым сентября поздравил маменьку. Знает ужас, сын давно не маленький. Иногда веду себя неправильно. О, по-моему, на сотен километров. Содержи, выходи, содержи. И нам обидно, мы намного легче. Дыши за мной в унисон, еще, еще, еще. Потратим весь кислород, пока мы с тобой не вновь. Дыши за мной в унисон, еще, еще, еще. Я чувствую твою дрожь, я где-то моя беспокой. Как вы поняли, у нас стемнело. Причем значительно так стемнело. Красивая луна, я не знаю. Детали, наверное, вам не видно будет. Короче, у нас здесь дикая атмосфера. Слушайте, это, наверное, то самое место, та самая локация, где это должна колонка использоваться. Я прям так и представляю. Она стоит в песочке, по бокам сидят люди, отдыхают. И вы раскачиваете этот пляж. Она мне очень понравилась по звуку. Слушайте, вообще, по крайней мере, вот на данный момент, вот здесь вот, да. А, в принципе, самые тяжелые условия вообще в целом у колонок, это открытое пространство. Поэтому я думаю, что дома она меня уже точно не может разочаровать. Она мне прям зашла. Прям вот по-джибелиски. Вот, то есть, понимаете, здесь вот эта вот джибелистость, ну, прям вот на высоком уровне. Что я конкретно имею в виду? Вот есть Extreme 3, к примеру. Мне не хватает у него этой самой джибелистости. За что мы любим, как раз-таки, колонки от Harman. А здесь эта джибелистость, вот она прям так ее и переполняет. Это максимально плотный, жирный, тягучий, наваристый бульон из баса джибелистостого. Что касается серединки и верхушек, никаких вообще вопросов нет. На что она похожа по звучанию? Здесь, на самом деле, я бы, наверное, все-таки сказал на бумбокс второй. Вот прям есть отголоски бумбокса второго. Понятно, делает совсем другая история. Здесь громадный блин вот такой идет. Здесь два твиттерочка. Вы сейчас уже не увидите. Ну, в принципе, и днем вы не увидите. Здесь, короче, под сеткой спрятано как минимум два твиттера. Громкости достаточно. Прям даже, возможно, и с запасом кому-то. Скорее всего, подключив ее в сеть, она еще вам может нихерово так выдать. И в целом вообще и подсветка меня еще, кстати, блин, прям порадовала. Она здесь как раз-таки уже переработанная. То есть она здесь пати-боксовская 110-овская. То есть она максимально плавная, новые режимы переливания. Короче, это конкретный конкурент бумбоксу второму. И вы понимаете, что в ближайшее вас время ждет на канале. Но я от вас хочу поддержки. Давайте так, 5000 лайков под этим роликом. И этому сравнению суждено быть. Я уже, короче, прям вот так вот взял колоночку, ушел и возвращаюсь. Блядь, про конкурентов забыл еще сказать. Многих, конечно же, будет волновать одноклубники ее. Помимо бумбокса второго. Здесь у нас мы помним, что в ценовом сегменте находится экстримчик второй. Ой, второй, блядь, третий. Я уже в этих цифрах, конечно, под вечер плыву. Короче, экстримчик третий. Вообще не конкурент. Просто можете забыть про него на фоне эссеншела. Понятно, если мы говорим о мобильности, это все понятно, да? Там гораздо мобильнее она и полностью водонепроницаемая. Да, и по времени будет больше играть. Но если мы сейчас говорим исключительно про звук, вообще можно забывать на фоне вот этой колонки про экстрим третий. И остается еще on the go. Помните такого парня? Слушайте, on the go не мое. По звуку он мне особо не нравился. Ну, даже, наверное, со временем он стал мне меньше нравиться. Особенно, когда я его на контрасте послушал с Boombox'ом вторым. И здесь, мне кажется, что будет по звуку интереснее. Ну что, друзья мои, мы в съемочном павильоне. И у нас здесь есть одно важное преимущество по сравнению с Диким Пляжем. Здесь есть свет, здесь есть розетка. И мы сейчас с вами провернем ту самую херовину. Многие не верят на самом деле. Или, типа, не видят никакой разницы, что подключаешь ли ты колонку в сеть. И как она играет. Или не подключаешь. Например, там многим не писали владельцы Boombox'а второго. Типа, а где ты здесь разницу нашел? Вообще, типа, не чувствую, братан. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну если мне кто-то скажет, что он не видит разницы... Это пиздец. Вот ты сейчас за кадром слушал. Ну есть же, да? Действительно, что когда ты подключаешь ее в сеть, она прям набирает массы. Такое ощущение, что уже начинает дышать полной грудью. Громкость в целом, в целом, остается плюс-минус на том же самом уровне. Но как она набирает массы и мощи, это прям дорогого стоит. Ну то есть, раза в полтора где-то, наверное, увеличивается навар вот этого вот звука. Блин, это хорошо, слушайте. Это получается та самая херня, когда ты ее куда-то с собой взял. Вот, и там как бы люди слушают на природе, там типа вроде неплохо, а можно было бы еще навалить. Вы заходите там в доме где-нибудь там на турбазе, да? Подключаете в сеть и уже становится не просто хорошо, а... Охуяна, братан! Охуяна! Кстати, мне сейчас прилетела в голову идея, точнее мысль. А в приложении с пати-боксами, JBL пати-бокс, как-то так оно называется, эту колонку случаем нельзя ли добавить и управлять ее подсветкой? Да, мать его, да! Слушайте, а это уже вообще ее выводит на совершенно другой уровень. Сразу доступно обновление, это уже интересно, хорошо. Есть также световое шоу, все режимы как на ладони, вы можете их здесь переключать, не надо, даже будет сюда кнопкам лезть. Элементы управления подсветкой. Видите? Все можно потушить прямо отсюда из приложения, кайф вообще. Ну и самое главное, что эквалайзер доступен, то есть вы активируете эквалайзер и погнали! Низкие, средние, высокие частоты, ну и также бас-буст, кстати, тоже здесь для управления доступен. Удобный, ну как удобный, просто есть плеер, давайте так скажем. Эффект караоке, пожалуйста, тоже спокойно можете настроить, когда вы сюда подключили свои микрофоны и эхо подрегулировать, если вам надо. А вы знаете, что все устройства, которые поддерживают караоке, если там нет регулировки эхо, то это просто херня полная. Здесь есть регулировка эхо и это уже серьезно. Кстати, мы с вами всегда гадали, как называется второй режим бас-буста. Энергичный! Наконец-таки есть у нас пояснение и также глубокий режим. Давайте, наверное, попробуем на глубоком еще один трек и уже будем финалиться. Слушайте, ну мне больше нравится энергичный. Несмотря на то, что, казалось бы, да, по смыслу глубокий, это куда-то он там прям так должен проникать, стелить, наполнять. Не, энергичный гораздо интереснее. У энергичного есть прям вот какой-то такой прям объемчик. Он прям классно валит вот в этот стол, если вас, конечно, интересует навал. Короче, на сегодня заканчиваем. Я хочу ее в ближайшее время зарядить до максимума, обновить. Там пишется, что улучшена производительность, исправлены какие-то ошибки. Посмотрим, что из этого выйдет уже в будущих тестах. В голове в данный момент мысль такая, что первое, с кем нужно обязательно сравнить, это, конечно же, бомбокс второй. Второй батл, который назрел, и я вам даже могу немножечко вот так вот занавесу тайны приоткрыть. Это JBL Party Box On The Go. Я его списал с счетов, еще на Диком пляже, но, приехав домой, мне же Дик сильно интересно, меня распирает. Я их две включил, потестил, это было недолго, но на самом деле пищей для размышлений мне так конкретно накинули эти две колонки. И пока On The Go мы с вами не списываем. Ну а в целом, что хочется сказать про Party Box Encore Essential. Слушайте, Джиба, Харман, огромные молодцы. Вот классно, что они подбирают постоянно вот ключики к разной аудитории. Кому-то нравится бомбокс, кому-то не нравится, кому-то нужна вот такая вот коробка, где желательно, чтобы туда можно было запиндюрить какой-то там микрофон, да? Да, здесь у нас есть микрофон. Про гитару, кстати, очень интересно, ни слова. То есть для кого-то интересно, чтобы было караоке. Вот, поэтому они бомбокс списывают. Но в то же время, да, вот хотелось бы сказать, типа, а On The Go тогда чем не устроил? Там вроде бы все те же самые функции. Но он неудобен в своей эргономике. Ну, блядь, реально какая-то хлебница вот такая вот. У кого была железная хлебница в детстве, ставьте лайчину. Вот хлебница вот такая конкретная. Ну как его с собой носить? Здесь тоже есть вопросы, как это все дело носить. Но ручка удобная, функциональная. Весит 6 килограмм, то есть спокойно можно с собой переносить. Подсветка интересная, прям максимально в современных, в лучших традициях уже JBL. Ну и самое главное, что звук не подкачал. Слушайте, обычно вот такие вот обрезы, вот у них есть такая вот как бы особенность, что что-то не додали. Здесь можно считать ее 100% вот прям полноценной завершенной акустикой. На этом у меня сегодня и все. Пишите ваше мнение в комментариях. А если вы владелец вот этой всей красоты, то вам 100% нужно черкнуть пару ласковых по поводу своей малышки. Не забывайте скидывать свои треки для теста колонок. У нас есть специальные темы в описании под роликом обсуждений, где вы можете добавить то, что вы хотите, чтобы звучало в следующем видосе. На этом сегодня и все. Все, давайте красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok